Премьер-министр Алихан Смаила в ходе правительственного часа поручил принять ряд мер для помощи зернопроизводителям страны, а также ознакомился с ходом подготовки к отопительному сезону в регионах. Задание главы правительства на карандаш взяли октябрьские госслужащие. Подробнее расскажет Инкар Карашаева. Наряду с северными регионами страны октябрьские сельхозугодия также пострадали от дождя, поэтому меры поддержки будут доступны фермерам, занимающимся производством зерна в нашем регионе. Если быть точнее, то это круглосуточная работа хлебоприемников, выделение дополнительного дизельного топлива для использования техники посушки зерна, а также выплата субсидий в полном объеме. В области собрано 45% урожая. В связи с обильными осадками в Айтикибийском районе успели собрать лишь 17%. На полях мы наблюдаем, что зерновые успели прорасти. Есть угроза, что продавать в виде товара мы зерно не сможем. Придется использовать для сельхоз кормов. Мы всю ситуацию докладываем министерству, поэтому меры поддержки, которые озвучил глава правительства, наши фермеры тоже получат. Техника посушки зерна у крупных сельхозформирований есть. Тем, кому не хватает, поможем закупить короткие сроки в лизинг через Каза Агрофинанс. Даже выплаты по кредитам для зернопроизводителей будут пролонгированы без пени. И в черный список неплательщиков они не войдут. По Айтикибийскому району пока нет причин объявлять ЧАЭС. Думаем, что ситуация быстро стабилизируется. Мы поможем собирать урожай и его реализовать. Что касается отопительного сезона, то регион вступит в него без эксцессов, заверили в областном управлении ЖКХ. На сегодня для социальных объектов уголь и дизель приобретен полностью, в полном объеме. Для населения из необходимых 20 тонн угля на сегодня поставлено 11 тысяч, либо 50 процентов. И на сегодня в тупиках имеется 4 тысяч тонн угля. Кроме того, АО «Ахтубе ТЭЦ», «Энергосистема», «Ахтубе Суэнерджи Групп» на сегодня ведет ремонтные работы согласно графику. До начала отопительного сезона, то есть до 1 октября, все ремонтные работы будут завершены согласно графику. К слову, по озвученным поручениям главы правительства Акимобласть Асхад Шахаров поставил ряд задач перед руководителями ответственных госструктур.